Добро пожаловать на канал Криптовалютных Неолайф. Всех приветствую. Так, биржа Юбит продолжает проводить аирдроп с раздачей FastDollar и для получения аирдропа нужно сделать простые действия. Это зарегистрироваться на бирже и выполнять ежедневные задания. И чем больше заданий вы выполняете, тем больше получаете токенов, торговля которыми начнется в июне. Также будет возможность их фарминга и организован памп от самой биржи. Ссылка на биржу будет в описании к видео. Так, Джойс XRP пишет, что СЭК становится индикатором для хороших инвестиций, ведь они подали в суд на Тесла, Амазон и Рипл. Также XRP Phoenix пишет, что правящая элита хочет, чтобы вы вышли из XRP. Пользователь BabaCax считает, что всегда помните, что урегулирование может произойти в любое время. Цена не заботится о завершении дела. Они хотят, чтобы вы ушли, и они явно делают потрясающую работу. Все даты и события высечены в камне. И это буквально, пишет он. А XRP Kids задает вопрос. Вот вы просыпаетесь, а XRP достигает 4 долларов. Что вы будете делать? Также интересное расследование провел пользователь Enigma, который выложил серию постов Дэвида Шварца и картинок от Bear Able Guy 123 Insider по XRP. Первое сравнение – это вчерашнее фото, где Дэвид Шварц наделал на себя очки и цилиндры на голову. И вхожие стилистики в последнем посте Bear Able Guy, где он сидит у камина, пьет шампанское, курит сигару и смотрит на полет Брэда Гарлинхауса к Луне. Далее, как вы знаете, Дэвид Шварц был в Антарктиде, где он выкладывал пост, что это очень жесткая поездка. В то же время мы видели пост от Bear Able Guy 123, что Мишка, сова и Брэд Гарлинхаус плывут на корабле среди айсбергов. А Дэвид Шварц был в Антарктиде как раз с Брэдом Гарлинхаусом и Кристиной Лагард, главой ЕЦБ. А она в свою очередь себя отождествляет с мудрой совой. И эту мудрую сову, конечно же, нарисовали в посте от Bear Able Guy 123 на корабле. Мы видели, что корабль, на котором плыл медведь, назывался Персеверанс, что означает настойчивость. И Шварц пишет, что это очень жесткая поездка. Это и есть настойчивость, с которой сильные миры сего отправились в Антарктиду, чтобы обсудить дальнейшее финансовое развитие мира. Далее Шварц выкладывает фото птицы на айсберге и пишет, что это не пингвин. В то же время на картинке от Bear Able Guy на льдине сидит король со сломанным символом власти. Получается, не пингвин и король. Затем Дэвид пишет, что посмотрите, какую раскраску дала моя жена моей внучке. И раскраска очень похожа на картинку с сердцем от Bear Able Guy, где в центре слова Ripple и XRP. И надпись над постом Ripple изменит мир. Далее Шварц выкладывает, где он вылазит из замка. Также самая известная картинка с замком есть на посте от Bear Able Guy 123. И затем Дэвид выкладывает фото с сэндвича с иной 5.89 и пакет с доставкой. Он его выкладывает перевернутым, я его ранее показывал. И таким образом номер заказа становится очень схожим с числом опять-таки 5.89. Также, как вы знаете, Bear Able Guy часто нам показывал и говорил про число 5.89. Еще мы видим старое фото, где трудится Дэвид Шварц над XRP и также видим медведя, который из камня высекает новую финансовую систему. Потом Дэвид выкладывает фото своей ноги и она очень схожа с лапой Bear Able Guy. И затем Шварц показывает фото, как из яиц вылупляются птенцы. И это идет отсылка к посту Bear Able Guy о совенке, который любит петь. И в финальное сравнение Дэвид также выкладывал две интересные фразы в твиттере, которые по гематрии пробивались, как два предложения из мультика про поющего совенка. Причем картинку с Соуми Bear Able Guy выкладывал с таким текстом, где говорит, что люди могут изменить свою жизнь, ведь Ripple и XRP имеют великие планы и необходимо держать свои глаза на призе. И в заключении на серию этих постов от пользователей Enigma-Ridward сам Дэвид Шварц сегодня написал «Ладно-ладно, вы меня убедили». Таким образом, Дэвид Шварц не скрывает того, что он ассоциирует себя с медведем Bear Able Guy 123, которого в свою очередь в начале карьеры придумал Брэд Гарлинхаус. И от себя я хочу сказать, что ох и любят они играть в эти загадки, инсайды, скрытые послания и шифры. Спасибо за внимание. Я надеюсь вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на мой канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok